Несмотря на продолжающиеся боевые действия, деловая активность на Донбассе остается высокой. Предприниматели создают и развивают успешный бизнес в разных сферах. Убедиться в этом можно на выставке с ХитЭкспо 2017, организованной программой развития ООН в Украине и правительствами Польши и Японии. Побывала на ней и наша журналистка. Предприятие Виктории на рынке уже 9 лет. За это время его продукция стала известна далеко за пределами Донецкой области. Печи, которые выпускает завод, успешно конкурируют даже с немецкими аналогами. Как ни парадоксально, говорит Виктория, но на малый бизнес на Донбассе обратили внимание только после начала боевых действий, когда закрылись шахты и крупные заводы. У нас много заказов, мы их не успеваем обеспечивать. И нам очень нужны инвестиции в Ливане для того, чтобы именно расшириться. Именно с таким пожеланием мы приехали сюда на выставку. Малый и средний бизнес активно развивает на Донбассе. И руководство восточных регионов приглашает иностранных партнеров поддержать создание индустриальных парков. Сегодня есть пять площадок индустриальных парков, по которым подготовлена документация. Мы предлагаем, чтобы каждая развитая европейская страна не просто помогала, а брала одну площадку индустриального парка. Пусть это будет ее представительство, визитка. Тогда мы сможем демонополизировать экономику Донецкой области. Ступень за ступенью мы должны пройти к технопарку. То есть мы должны найти все возможные пути, чтобы мы были инвестиционно привлекательны и минимизировать риски на востоке Украины. Показать качественный продукт, который производится на востоке Украины – одно из главных заданий выставки. В правительстве же обещают поддержку бизнесу. Мы пытаемся больше сделать для дирегуляции бизнеса. Очень важно, чтобы правительство работало над созданием положительных условий и не мешало предпринимательству. Для участников и посетителей выставки организаторы подготовили мастер-классы высококвалифицированных специалистов. Расскажут здесь и об историях успеха в бизнесе и инновационных технологиях.